МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павильон «Космос» прежде назывался механизация и электрификация сельского хозяйства. Об этом напоминает восстановленный на фасаде декор. На крыше вновь появилась ранее утраченная скульптурная группа. Впрочем, сооружение изменило не только внешний, но и внутренний облик. Здесь полностью обновили систему отопления. Но самое удивительное – то, как преобразилась территория с обратной стороны павильона. Впервые с конца 80-х здесь заработал фонтан «Золотой колос». Чтобы провести реконструкцию, его пришлось разбирать на мельчайшие детали, везти в мастерскую, а потом обратно. Сейчас, правда, фонтан выключен, зато струи воды не мешают внимательно рассмотреть труд реставраторов. Обрел вторую жизнь и павильон земледелия, который не отапливался на протяжении 20 лет и находился в аварийном состоянии. Отличительная особенность этого сооружения – керамическая облицовка фасада, украшенный мозаикой, лепной герб, между собой архитекторы называют его гауди советского периода, и скульптурные группы у входа. Во время реконструкции внутри одной из скульптур нашли гнездо Трисогуски. Оставить его на месте было нельзя. Начинался процесс укрепления объекта специальным составом. Поэтому шесть яиц аккуратно перенесли на городскую ферму ВДНХ. Через три дня птенцы вылупились, все они остались живы. Вот и павильон будто заново родился. Теперь ему предстоит побороться за звание лучшего с другими участниками конкурса «Московская реставрация». Дон-паровоз на Новой Басманной, храм Вознесения на Большой Никитской, особняк Анны Кекушевой на Остоженке, шефский дом хамовнических казарм. С каждым годом объекты-конкурсанты проходят все более строгий отбор, но меньше их не становится. Если в прошлом году на конкурс поступило рекордное количество 100 заявок, и мы даже с коллегами немножко ужесточили отбор в 2018 году, но тем не менее на этот конкурс в 2018 году поступило 105 заявок. Они не только восстанавливают по крупицам утраченную красоту, но вместе с тем бережно хранят историю, а конкурс помогает каждому жителю и гостю города открыть ее новые страницы. Архитектурное наследие Москвы – это ее визитная карточка, это облик города, который, так сказать, встречает гостей, и значение архитектурного наследия исключительно велико. Обсуждение проектов продолжалось несколько часов, но чтобы сохранить интригу, прессу попросили удалиться. Торжественное награждение лауреатов пройдет в декабре, а в жюри уже думают о конкурсе следующего года. Признаются согласны на большее число номинантов и готовы провести в этом зале даже сутки. Главное, чтобы реставрация Москвы продолжалась. Ксения Комиссарова, Андрей Костров, Антон Косолапов. ТВ Брикс.